В разное время за «Газпром Югру» выступали Константин Бакун, Роман Мартынюк, Алексей Родичев. Играл, а затем тренировал сургутскую команду нынешний наставник железнодорожников Кламин Константинов. Все они сейчас составляют костяк одного из сильнейших клубов страны. В стартовой партии гости ушли в отрыв, но ближе к концу отрезка «Газпром Югра» сумел вернуть интригу. Денис Черельский, Артём Хабибуллин и Алексей Плужников отыграли четыре очка из шести. Но спасти первый сет не удалось. 21-25. Мы настраивались на непростую игру в Сургуте. Команда отличается хорошей подготовкой. Есть хороший нападающий музай. Первой целью для нас было лишить его возможности свободно атаковать. Это получилось неплохо. Он не сыграл свою лучшую игру. Во второй партии «Газпром Югра» воспользовался ошибками «Локомотива» и выходом на замену второго связующего игрока при счёте 10-16. В итоге до конца партии гости набрали пять очков, хозяева — 15. «Получилась неплохая игра для нас. Срыв один во вторую партию. Но, может быть, и связанность того, что я хотел всё равно давать постоянное игровое время и нашему второму связующему. И как-то, наверное, во второй партии это повлияло и повернуло игру». Развить успех не удалось. Волейболисты «Локомотива» перестроили собственную игру, сделали минимум ошибок и в третьей партии камня на камне не оставили от защиты «Газпрома Югры» — 14-25. Сургутяне следом уверенно начали четвёртый отрезок, поведя в счёте 4-0. «Я понимаю, что после легко выигранной третьей партии немножко идёт, нормально идёт спад. Поэтому было опасно, как начнём четвёртую, но быстро они завелись и решили игру в нашу пользу. Я доволен». К середине партии уверенно лидировали уже гости 10-17. Основной лидер «Атак» «Газпром Югры» — польский диагональный мочей Музай — не впечатлял, раз за разом ошибаясь. 18-25 в партии и 1-3 в игре. «Музай был нездоров у нас неделю, болел, и поэтому, может, это тоже сказалось, что слабой его кондиции игры, диагонального игрока этого, наверное, не хватило. Первые две партии он держался на уровне, ждали, что хватит его до конца игры». Залогом успеха гостей стал более качественный приём мяча, атака и блок. Во всех этих компонентах «Локомотив» был сильнее. «Принимали мы хуже и подавали, чем команда соперников. Всё-таки в домашнем матче, я считаю, что должны в этих элементах играть сильнее. Но мастерство игроков сказалось, сборники своих стран показали, что они не зря играют. Вот Ивович тот ждал хорошую серию в четвёртой партии, сразу переломил ход игры». Следующий матч «Газпром-Югра» проведёт на выезде. В Новокуйбышевске сургутяне встретятся с местной новой, идущей на последнем месте в Суперлиге. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут. Интерновости. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец.